всем привет у меня завалы завалы по шитью по вязанию в огороде в общем все в кучу еще с внуком сижу хочется успеть много но пока удается не так много как хотелось бы что есть что я сегодня намерена делать сегодня мне надо кровь из носу просто пошить две простыни я уже показывала не так давно снимала видео я брала постельные ткани на простыни на пододеяльнике сшила и мне очень понравилось качество я докупила еще кусочек вот такой вот это бязь российского производства купонная ширина 220 очень такая хорошая плотная я вот взяла уже шила простыни постирала не потеряла не цвет и и усадка минимальная очень мне понравилось красивая я больше всего боялась что вот этот вот купон как бы станет более блеклый и неприглядное но такого не произошло и усадка тоже меня порадовала потому что бязь имеет свойство с каждой стиркой подсаживаться есть у меня такая история когда я брала готовые даже изделие из бязи и с каждой стиркой насадилась садилась и в общем то даже где-то она какую-то вот косину приобрело с этой ткани такого не произошло взяла сначала вот на две простынки и сейчас взяла еще на одну простыню ткань то я разрезала мне не надо было такую широкую но эту я взяла только по на двуспальную кровать тоже ширина 220 и длину я взяла два с половиной потому что у меня еще подворот под матрас идет я не люблю когда вот это все куце я люблю с запасом плюс еще когда есть усадка то это конечно наводит на мысль что надо брать запасом я беру иногда даже 260 и два с половиной метра но как-то вот остановилась на том что тут вот на этой ткани достаточно два с половиной метра вот так что вот эту я уже взяла повторно ткань еще на одну простыню но уже на другую кровать очень мило она так смотрится такая нежная нежная расцветка в общем порадовала меня даже вот на ощупь я бы сказала я сначала подумал что это даже сатин в это бязь бязь но такого очень неплохого качества почти сатиновое переплетение но это еще плюс конечно то что она на крахмалена создает такое впечатление в общем ткань мне понравилась и я пошла и докупила у меня тут куча ткани еще потом я попозже расскажу что же это у меня купила тоже бязь от этого же производителя российского такая же ширина 220 но уже на диван он у меня узкий поэтому длины два с половиной ширины 220 мне хватит на две простыни вот зашла просто не могла выйти пила вот такой кусочек вот прям ну чудесный чудесный по ощущениям вот ткань чуть тоньше чем та которую я вот сейчас показывала перед этим она чуть потоньше чуть помягче поэтому может быть она даже подсадит больше но вот такая вот красота не могла просто пройти мимо такая нежная нежная такие голубые зеленоватые сиреневатые сероватые в общем все все тут в одном кусочке как я люблю замечательная просто вот ткань я ее уже разрезала на две простыни и сейчас буду подшивать все очень просто я даже не живу ли никогда ткань я просто вот так вот закладываю сначала на изнаночную сторону отмеряю где-то 0,7 сантиметров можно 0,5 и потом еще один вот подворотик и прострачиваю в край люблю когда очень тоненькая вот идет вот такая подворотка но я не буду показывать как я прострачиваю все в принципе это знают единственное что я не живу ли совершенно тот кто шьет впервые я советую просто вот сколоть иголочками и уже строчить а без она если еще суд я тут замяла пройтись утюгом вот сначала можно 0,7 заложить пройтись утюгом потом еще раз заложить 0,7 и еще раз пройтись утюгом и этого достаточно сколоть иголочками и можно строчить и не терять время на это наживу ливане и строчить уже как есть значит и прострачиваю бакам обязательно обрезаю кромку обязательно обрезаю кромку с одной стороны потому что ткань я разрезаю пополам по вдоль ткани с одной стороны у меня получается отрезанный край а с другой стороны у меня есть кромка которую я конечно же обрежу и точно так же буду подворачивать на изнаночную сторону после того как я прошиваю боковые швы на простыми я уже начинаю заворачивать с торцов точно так же подворачиваю 0,7 0,7 и прострачиваю обязательно делая закрепки тут вот первый раз когда вы прострачиваете допустим боковые закрепок делать не обязательно вот так вот делается тут закрепочка и с обратной стороны тоже с конца тоже делается закрепочка все это дело буквально вот получаса прострочить две простынки не будут у вас готовы такие вот нижненькие хорошенькие простыни конечно мой это самый бюджетный вариант еще покажу вот такую ткань это мама видит что я сижу шью значит простыни достала из-за кромов вот такое вот богатство просто шикарная шикарная ткань тут у нее что-то метров шесть или семь а может даже восемь я еще не переменяла но громадное количество ткани это из старинных ее запасов это настоящий атлас шелковый атлас такой плотный с сатиновым переплетением вот просто чудесный и она мне говорит а давай-ка ты мне сделай новое покрытие для одеяла у нее есть пуховое одеяло и она хотела чтобы я и сделала я когда увидела мне стало просто плохо я говорю мам давай что-нибудь другое сошьем в общем мы сейчас с ней находимся в такой стадии мы спорим ищем какие-то решения что же можно сшить из этой ткани но вообще-то я конечно бы на постельное белье не стала выпускать по той простой причине что его все равно это одеяло в пододеяльник надо будет вдевать из этого можно сшить что-то более такое интересное достойное как минимум несколько таких нарядных халатов или еще что-то потому что это достаточно дорогая ткань она идет и на халат и на блузки и на тоники и на что угодно такие крупные крупные пейсли обожаю пейсли кстати сказать вот ну как бы еще решаем решаем что что же из этого можно сшить все садится камера я заканчиваю видео иначе я просто не успею его доснять всем пока пока в общем это в планах это еще будет думаться и решаться что же из этого шить потому что даже на одного человека это много это выйдет и мне и маме и еще кому-то что-то такое неинтересное то что на наволочке пододеяльники и прочее постельное белье мне просто жалко эту ткань резать просто жалко потому что она настолько яркая и сочная так она переливается такая она красивая и выразительная в общем обалденная ткань совершенно все всем пока пока садится камера со всем садится